Всем привет! Признайся, а ты тоже в детстве любил воображать себя Джеком Воробьем и отправляться на поиски сокровищ где-нибудь на природе? Или, может, любишь искать всякие тайные клады в видеоиграх? В любом случае, восторг от находки чего-то нового и загадочного ни с чем не сравнится. И самое забавное, что иногда люди испытывают его совершенно случайно, например, когда находят заначки предков в каком-то старинном предмете. Но не будем тянуть, тебе наверняка интересно поскорее послушать все эти истории. Так что смотри ролик до конца и не забывай подписаться. Поехали! Настоящая Джоконда Пожалуй, в истории искусства мало настолько таинственных картин, как Мона Лиза. Множество вопросов окутывает это творение Леонардо да Винчи на протяжении веков. Кто был натурщицей? Правда ли прототипом для портрета стал сам художник? Как ему удалось написать такую необычную улыбку? И почему все-таки Джоконда всегда смотрит на зрителя, в какой точке пространства бы он не находился? Что ж, кажется, после следующего открытия вопросов станет еще больше. Дело в том, что несколько лет назад французский ученый Паскаль Кот отыскал под Моной Лизой еще один портрет. Как такое возможно? Неужели парень взял скребок и слой за слоем снял краску с одной из самых ценных картин мира? Ну, конечно же, нет. Для этого специалист использовал метод отражения света, который оттачивало много лет. Вот в чем он заключается. Мощный луч проецируется на холст, а потом его отражение анализируется компьютером. Позже последний реконструирует слои картины. И, о чудо, мы видим то, что скрыто в подмалевке. Использовать эту технологию Паскалю Коту удалось после того, как Лувр, наконец, предоставил ему доступ к картине после множества просьб. Но что же там все-таки скрывалось? Портрет еще одной девушки, естественно. Вот только назвать его наброском основного сложно. Создается ощущение, что перед нами совершенно другой человек, а никакая не Лиза Джерардини. Неужели это и есть настоящая Монализа? Над этим вопросом искусствоведы, вероятно, будут биться еще не один десяток лет. Послание предков Последние годы в США активно сносят памятники конфедератам, представителям рабовладельческих южных штатов, которые воевали против Севера в ходе американской гражданской войны. Нередко эти события сопровождаются скандалами, но в этот раз шум в прессе поднялся совсем по другому поводу. Дело в том, что рабочие, которые занимались демонтажом статуи генерала Роберта Ли в Орландо, нашли в ее постаменте кое-что странное. В памятнике был спрятан ржавый сундук, который, очевидно, попал сюда многие века назад. Скажи, а ты бы удержался, чтобы не открыть такую капсулу времени? Но рабочим из Орландо делать было нечего. Они передали находку властям. И, как и все остальные обыватели, принялись ждать результатов ее вскрытия. Открыть сундук решили в ходе торжественной церемонии, которую записывали на видео. Внутри оказался пожелтевший выпуск газеты, датированной 1911 годом. В нем рассказывалось о том, как местный житель утонул в озере неподалеку. Одному богу известно, почему предки посчитали важным передать будущим поколениям именно такую новость. Кроме того, внутри также лежали маленькие флаги конфедерации, письма, банкноты и другие исторические документы. Удивительно, как этим предметам удалось так хорошо сохраниться во влажной земле, которая буквально кишит муравьями и другими насекомыми. Иногда мы живем рядом с чем-то невероятно ценным, не замечая этого. Обычно так говорят о любви, но такой же принцип можно применить и к поиску сокровищ. Вот тебе наглядная иллюстрация. В прошлом году работница музея при университете в шотландском городе Абердин Абер-Эладани разбирала артефакты в местном хранилище. Каково же было ее удивление, когда она вдруг увидела среди экспонатов странную коробочку с египетской символикой. Ее женщина не могла спутать ни с чем, так как сама выросла в Египте и 10 лет проработала в Каирском музее. Оказалось, что необычная коробочка — это портсигар. Но внутри лежал вовсе не табак, а несколько кусочков дерева. Ну и что с того, скажешь ты? Подумаешь, какое-то бесполезное дерево. Так-то оно так. Вот только дерево это непростое. Абер-Эладани обнаружила артефакт возрастом около 5000 лет. В сообществе археологов долгое время считалось, что он давно утрачен. Если ты все еще не понимаешь, в чем же ценность старинных щепок, слушай дальше. Этот предмет — одна из частей так называемых реликвий Диксона. Всего их три, прямо как даров смерти в Гарри Поттере. В конце 19 века эти реликвии были найдены в Великой пирамиде Хеопса. Именно поэтому эта находка так важна для археологии. Может, она наконец прольет свет на тайну строительства этого невероятного архитектурного творения. Личный дневник Как ты уже успел заметить, чаще всего всякие артефакты обнаруживают в максимально неожиданных местах. Но эта история немного отличается. Однажды реставраторы работали над деревянной статуей Христа, которая почти 250 лет подряд хранилась в храме испанского городка Сатилья де Ла Риберра. Неожиданно они обнаружили, что статуя полая, а внутри спрятаны старинные свитки с записями. Дальше самое интересное. Автором послания оказался местный священник, который служил здесь в конце 18 века. На свитках святой отец описывает историю создания статуи, а еще делится некоторыми подробностями из жизни испанцев того времени. Например, рассказывает про отличный урожай и обилие вин в епископских погребах. А еще жалуются на эпидемию тифа и скуку в изоляции. Что ж, сегодня мы понимаем его как никогда. Жуткая деталь А вот мексиканские ученые, которые работали над еще одной деревянной статуей Христа в муниципалитете Сумпанго де Акампа, несколько лет назад сделали совершенно шокирующее открытие. Во время реставрации выяснилось, что в голове 300-летней скульптуры скрываются настоящие человеческие зубы. Здесь важно заметить, что сам факт наличия зубов исследователей не смутил. В мексиканской культуре не редкость крепить на скульптурах зубы или когти, но только животных, например, собак или лисиц. Но в этом случае анализ показал, что использовались именно части тела человека. Причем без какой-либо эстетической цели. Ведь увидеть зубы за плотно сомкнутыми губами очень непросто. Главный вопрос – как же они там оказались? Все куда проще, чем может показаться. На самом деле никакого мистицизма здесь нет. Раньше завещать свое тело церкви было обычным делом среди многих верующих людей в Мексике. Видимо, какой-то прихожанин очень хотел увековечить собственную память таким нетривиальным способом. Картина в картине Ох, чем только не займешься в карантин, чтобы не сойти с ума без живого общения с другими людьми. Кстати, пиши в комментариях, если сам за последний год нашел в себе какой-нибудь скрытый талант. А вот работник Национальной галереи Виктории из австралийского Мельбурна ненароком сделал великое открытие, пока одиноко расхаживал по павильонам родного музея. Реставратор по имени Майкл Варка Кокс рассматривал картины с помощью обычного ручного фонарика. Зачем? Ну, просто так легче заметить всякие неровности на холсте. А неровности могут означать, что под верхним слоем скрывается что-то еще. Именно это и произошло с Майклом в один из обычных октябрьских дней. Неожиданно для самого себя он обнаружил под знаменитой картиной австралийского художника Федерика Маккабина еще одну картину. Чтобы убедиться в точности своих догадок, Майкл исследовал рентгеновский снимок холста и... О чудо! Перед ним было полотно, которое считалось пропавшим на протяжении всего последнего века. Правда, достать его не получится. Оказалось, что Маккабин написал новую работу прямо поверх старой. Творчество оно такое, ничего не поделаешь. Большой куш. Уж где-где, а на аукционах нехватки разных ценностей точно нет. Там этих артефактов пруд-пруди. Но иногда оказывается, что какая-то реликвия даже ценнее, чем исследователям казалось на первый взгляд. Именно такая история произошла на аукционе в Австралии, где внутри 600-летней головы Будды оценщики обнаружили древнюю купюру. Причем размер этой купюры почти как целый лист А4. Выяснилось, что выпущена она была во второй половине 14 века на территории Китая. Более того, это стало самым древним образцом бумажных денег, когда-либо обнаруженным археологами. Тем не менее, артефакт тоже выставили на аукцион в комплекте с Буддой и успешно продали за почти 36 тысяч долларов. Священные реликвии Торговля предметами азиатского искусства – одно из самых прибыльных направлений работы всемирно известного аукционного дома «Кристис». Продажа фигурок буддийских божеств за миллионы долларов здесь не такая уж и редкость. Взять, например, вот эту статую Бодхисатвы из позолоченной бронзы. Только представь, ей около 600 лет. Конечно, стоит такая реликвия целое состояние. Но с этой фигуркой все оказалось куда интереснее, чем изначально предполагали оценщики. В какой-то момент они заметили, что внутри предмета как будто что-то есть. Выяснилось, что он действительно был полым. Но открывать его и смотреть на содержимое было слишком рискованно. Все-таки вещь очень хрупкая. Поэтому сотрудники «Кристис» решили рассмотреть буддийскую реликвию под рентгеном. Внутри они увидели небольшой свиток, кусочки ткани и множество мелких бусинок. Судя по всему, все эти предметы в древности использовались буддистами для совершения религиозных ритуалов. Вот еще один пример. Манускрипты начала 14 века, которые нашли внутри деревянных статуй в южнокорейском храме Хэйнса. Жалко, что далеко не все из подобных артефактов можно достать и изучить вблизи. Представь, какое это мучение для исследователей. Народ, не расходимся! Хотите сумасшедших историй из реальной жизни? Никаких серых будней. Только экшен. Только приключения. Погони и сражения. Признание в любви и неожиданные предательства. Не верите? Переходите по ссылке и убедитесь сами. Канал анимированных историй «Личный дневник». Все самое сокровенное тут. Не забывайте подписываться.